Диабло 4 выйдет через год и там будет Pay2Win магазин, или нет? Overwatch 2 снова перенесли, но назад на этот раз нам показали Starfield с Karim 2 в космосе и Frost Giant, выходцы из Blizzard, анонсировали новую суперпрорывную RTS, которая перевернет рынок. Давайте это все сейчас обсудим. Но, если вы хотите играть в замечательную игру, в шедевр просто, и этот шедевр должен быть World of Warcraft, и там должно быть что-то новое потрясающее, то проект Sirus держит свои двери открытыми уже более 10 лет для всех нас. Более того, сейчас он непонятно почему испытывает небывалый приток игроков, более 60 тысяч онлайн. Пришлось открывать новый сервер и увеличивать призовой фонд до 5 миллионов рублей. Да, там дают деньги за то, что вы играете, да, разработчики сами представляете. И есть сервера для всех и каждого. Сервер Скорж, игровой мир с многолетней историей. На нем доступны все PvP и PvE нововведения, а нововведения это фишка Сируса. Там не просто World of Warcraft какой-то там, какого-то и какой-то там версии, а там он со своими фишками. Уникальная система прокачки после 80 уровня. Усилки черные бриллианты. И все последующие разработки нового контента, которые на проекте происходят, сначала доступны именно на этом сервере. Так что если вот вы хотите максимум контента, то вам на сервер Скорж. А если вам нужен максимально чистый 335, наш самый любимый 335 сервер Алгалон. Этот сервер идеально подходит для любителей PvP баталий. Отсутствие каких-либо систем, влияющих на развитие. Режим войны включен везде. И третий сервер на проекте Сирус. Сирус. Это только что открывшийся игровой мир. Так что вы можете стать первооткрывателем, поучаствовать во всех этих гонках, со всеми вместе качаться. Ну в общем вы поняли. И не важно какой сервер вы выберете, на всех серверах есть новые расы. Такие как Эридары или Дворфы Черного Железа. Новые локации, например, Остров Толгород. Я надеюсь я правильно произнес это название. Арены для PvP на любой вкус. 1 на 1, в том числе 2 на 2. Или возможность поиграть 3 на 3 с подобранными тиммейтами. Все это великолепие. Возможность выбрать сервер. Любой из этих доступны. Прямо сейчас, по ссылочке в описании. Переходите и пробуйте этот замечательный сервер. В одном из прошлых видосов я говорил, что мне очень нравится, как команда Диабло работает с комьюнити. Команда Диабло 4 и Диабло 2. Абсолютно точно они не связаны с командой Диабло Иммортал. Точно нет. Так вот, и они как-то общаются, знаете, там отчеты всякие выкатывают, отвечают на, скажем так, переживания комьюнити. И пару дней назад появилась возможность записаться на бета-тестирование Диабло 4. У них там обновился сайт. И на сайте появилась надпись, что вы сможете играть четырьмя разными классами. И комьюнити было, мягко говоря, немножко недовольно. Потому что им как бы показали классы и сказали, что там потом еще будет что-то еще. И комьюнити такой, в смысле 4? В смысле, что за фигня? Да, оказалось, что разработчики Диабло 4 умеют не как-то кринжово и лицемерно троллить сами себя, но делают это вот так вот, профессионально. Ну, либо они обосрались просто и опечатались, поэтому было написано 4. В общем, вчера была конференция майков. Я чуть-чуть ее посматривал, хотя был в рейде. И смотрю, там какой-то, значит, чувак поднимает скелетов, куда-то бежит. Или там была женщина, не помню. И я такой говорю, блин, хрень какая-то. Я бы сказал, что это из какого-то дьеблоида, но это же не из дьеблоида. И тут хрена к логотипу Диабло 4. Я такой, че? На конференции Майкрософт. Ну, в принципе, это логично. Почему бы и нет, как бы. Нам показали новый класс в Диабло 4. Некромант. Вот. Мне на некроманта-то плевать, но сделали это красиво. При том, что все комьюнити уже обсуждало, что там будет всего 4 класса. И тут хлобысина. Пятый тебе класс. Кроме того, назвали дату релиза. Ну, примерную. Очень примерную. Следующий год. В 2023 году выйдет Диабло 4. А еще нам сообщили, что в Диабло 4 будет внутриигровой магазин. А чего вы, блядь, ожидали-то? Они об этом говорили в кварталных отчетах. Еще, по-моему, несколько лет назад. Для своих инвесторов. Они такие, да, все, транзикации, транзакции. Я не знаю, как это слово правильно выговаривается. Все, как вы просили. Все, как вот в той супер успешной Call of Duty. Потому что, опять же, если вы пропускали эти квартальные отчеты, то там инвесторы буквально у них спрашивают. Говорят, вот вы делаете Диабло 4. Близзард такие, да, делаем. Они такие, вот есть Call of Duty. Там что-то модерн. Вот там почему так много денег? И Activision Blizzard такие, ну там эти, микротранзакции у нас. Такая модель монетизации. Они такие, так, а вот в Диабло 4 так же, пожалуйста, сделайте. Типа окей. Но вообще, конечно, они выбрали не лучшее время, чтобы сообщить об этом комьюнити. Особенно учитывая, что сделали это через Твиттер, то есть как бы можно было и под... А, это сделал, короче, Роб Фергисон. Запомните этого засранца, он не шарит. Вот он, Роб Фергисон. Он главный вообще во всей франшизе Диабло. То есть, Диабло Иммортал он тоже занимается. А вот те ребята, которые занимаются Диабло 4, им потом пришлось сразу в своих Твиттерах оправдываться. И они такие, нет, подождите, там нет, да, будет магазин, но там будет практически только косметик. Блин, что значит практически только косметик? Да ладно, наверняка все будет нормально, никакого Питувина, вы о чем, ребят? Это же Диабло, камон. Нам еще продолжают показывать геймплей Диабло 4 и продолжают делать акцент на вот этих вот ворлдбоссов. Когда ты идешь-идешь, и тут вокруг куча игроков, и они все бьют ворлдбосса. Просто напишите, что вы думаете. Ладно, не так. Если вы любите Диабло франшизу или там Passive Exile, просто, короче, если вы любите Диаблоиды, какую-то из части Диабло, напишите, что вы думаете вот про это конкретное говно. Может, это я какой-то особенный опять, может, я опять что-то не понимаю. Я не хочу во время фарма, или там когда-то специально что-то необходимо, чтобы было ходить, с какими-то левыми людьми, бить каких-то ворлдбоссов. Это будет и не сложно, потому что ворлдбосс по определению это какашка, которую надо запинать просто. И фу, другие люди, омерзительно. Overwatch 2. Напомню, что в одном из даже не последних отчетов Blizzard сообщили инвесторам, что Overwatch 2 выпустить в 2022 году не планируется. Хотя они как бы и не обещали, но это, знаете, такое наперед, типа, да потом не надо, пожалуйста, акции нам ронять, мы вам сразу сейчас лучше скажем. Все нормально, у нас там все в разработке, не в 2022 году. И случилось... Я не знаю, как часто это происходит в игровой индустрии, честно говоря, но они как бы перенесли дату релиза Overwatch 2 назад. Потому что теперь Overwatch 2 выйдет 4 октября, или ноября, все время эти месяцы путают, 4 октября 2022 года. То есть, на самом деле, через 4 месяца, даже меньше уже. Еще, кстати говоря, показали нового героя, вы пока смотрите на ее трейлеры, а я буду бухтеть о своем. Что было изначально с Overwatch 2, смотрите. Во время анонса были такие, супер новый движок, он очень нам поможет, и супер ПВЕ режим, вот этот ПВЕ режим, это важно. И вы все равно сможете играть в ПВП режим в Overwatch 2 бесплатно, если купили первую часть. Но вот ПВЕ режим, это вот за деньги супер классная штука. Игроки такие, окей, мы нихрена не поняли, вы, видимо, хотите срубить бабок просто, но ладно, мы на эту штуку поведемся. После этого замечательного анонса прошли годы, и разработчики такие, ПВЕ режим, да, да, он очень классный, просто мы его делаем вот так сильно долго, а сейчас мы пока вот ПВП будем тестировать. ПВП сделаем пораньше немножечко, а потом вот этот вот очень классный ПВЕ режим сделаем. И игроки такие, нам, нам посрать, просто выпустите, пожалуйста, Overwatch 2, потому что сейчас, когда уже анонсировано Overwatch 2, Overwatch 1 как бы не очень актуально, не хочется в него уже играть, ты как бы чувствуешь, что уже играешь в какое-то второсортное говно, хотя выглядит оно абсолютно так же, как Overwatch 2, который показывают визуально, непонятно, что там с движком вы сделали, но, пожалуйста, все, вторую часть. Проходит еще полгода, и разработчики такие, слушайте, а что мы тут сидим, мучаем вас ожиданиями вот этими какими-то, давайте уже и выпустим эту вторую часть, Overwatch 2, 4 октября она выходит, кстати говоря, там вам классно все будет, вот вам новый герой, смотрите, там еще всякие замечательные штуки, можно вот специально пак купить, но вообще он, кстати говоря, будет у нас бесплатный, бесплатный, он будет не просто бесплатный для всех, кто купил первую часть, он будет вообще бесплатный, мы переходим на фри-то-плей модель, вот, конечно, 4 октября это там типа ранний доступ, еще как бы не совсем все готово, но уже все замечательно выходит, это будет игра-сервис, игра-сервис, да, вот, развитие, значит, будет постоянно, мы будем развивать там всякий контент, добавлять сезоны будут, ну как вот в Apex, вы же любите Apex, да, PUBG, вот, вот будут сезоны как там, в общем, вам, игроки, это очень сильно понравится, и вы заметили, чего не было вот в этой новой позиции разработчиков, не было слова ПВЕ-режим, то есть буквально вообще, а знаете, чем для игроков Авервотч 2 отличается от Авервотча 1 без ПВЕ-режима, правильно, ничем, то есть они ничего не сделали, но нет, на самом деле там они баланс переработали довольно сильно, в Авервотче 2 опять человек, команда, а не 6, это полная хрень была, изначально, как только они сделали 6 человек, все такие, Близзард, во всех нормальных играх 5, вы хотите быть как в World of Tanks? Какого хрена? Ну, сейчас, собственно, будет 5, это, наверное, самое главное изменение, ну и движок, движок, мы не знаем, что там поменялось конкретно, но вот движок поменялся. Что, на мой взгляд, произошло с Авервотчем 2, я эту тему, кстати, начал задвигать еще пару недель назад, и вот, вау, кажется, я был прав, хотя, посмотрим еще. Они его делали-делали, они его анонсировали, и они поняли, что получается какое-то, ну, типа, говно, что это вот то, что они новое делают, это особо никому не нужно, и они пытаются как-то с этого слиться, кроме того, Авервотч не то, чтобы самая популярная игра, хотя, в принципе, наверное, более популярная, чем мы с вами думаем на самом деле, и поэтому они меняют модель монетизации на фри-ту-плей, привязывают это все к релизу второго Авервотча, ну и вообще, то есть, я-то думаю, и могли бы отменить второй Авервотч, потому что реально изменение минимум, команду на 5 человек, и вот эти вот балансные правки, когда тебе надо просто циферки условно менять в коде, много циферок, много циферок, я понимаю, но тем не менее, это можно делать и в старом Авервотче, циферки менять для этого не нужно, там какой-то выдвижок, еще что-то, я думаю, что они просто такие, ну мы же не можем инвесторам сказать, что мы отменяем то, что анонсировали, инвесторам же пофиг, типа новая игра, мы выпустили новую игру, и там, значит, сезоны есть, как в популярных во всяких штуках, развитие вот это вот постоянное, игра, сервис, мы сказали, инвесторам понравится эта хуйня, давайте не будем отменять, давайте просто сделаем те изменения, которые мы и так должны сделать, были в Авервотче первом, еще, ну на мой взгляд, с релиза, нормальные все разработчики, там, Лига Легенд, какая-нибудь еще что-то, они выпускают игры, там есть довольно много героев, еще больше героев, можно покупать за бабки, и еще куча всякого визуала, можно покупать за бабки, зарабатываем кучу бабок, Близзард выпускают зачем-то игру, в которой все герои сразу доступны, они на релизе говорят, что у нас всегда все новые герои будут доступны только игру нашу купить, пожалуйста, бесплатно, бесплатно будут доступны все герои, и вот в этой концепции им приходится жить, и приходится выпускать Эвервотч 2, чтобы эту концепцию как-то изменить, ну, либо есть еще вариант один, на самом деле, насчет овера, они просто поняли, что вообще говно просто выходит, и им нужно как-то слиться, ну, как-то хотя бы немножко денег заработать, и не сразу, чтобы акции упали, когда они это отменят, и они... Они же еще... Вот этот ранний доступ, вот эта стрёмная фигня, стрёмная фигня, что они читают. Никто ж не ждал Эвервотч в 2022 году, и тут они такие, ну, как бы, вот этот предварительный, вот, да, вот вторая часть выходит по ВП, да, но это будет немножко ранний доступ, это вот еще вот не те сезоны, которые мы обещаем, но вот в целом, как бы, вот, вот, возьмите, и тут можно еще купить вот набор, там вы дополнительно немножко визуала получите. Мы ничего не будем говорить про ПВЕ, про особенности про новые, вообще ничего. И если там будут ошибки, вы сильно, пожалуйста, не ругайтесь, потому что, ну, вот это вот ранний доступ, все-таки как... Я, кстати, не уверен, что там формулировка ранний доступ, но... Че-то типа того. Короче, посмотрим. Но я думаю, что все будет хорошо. Я реально думаю, что они просто, как бы, переобулись в воздухе с кувырочком, и теперь Эвервотч 2 будет таким, каким... Он должен был быть на релизе первой части. Немного разбавим близо новости, новостью, которая мне тоже очень интересна. Старфилд. Новый Скайрим 2 в космосе от Бефезды, там, собирание ресурсов, общение со всякими инопланетянами, короче... А, извините, это вы все это время смотрели на No Man's Sky. Да. Вот Старфилд. Вот так вот он выглядит. Очень сильно отличается от No Man's Sky. Но вообще, на самом деле, на сходство Старфилда и No Man's Sky какое-то, я обратил внимание главным образом, потому что, по-моему, все космические игры, когда ты бегаешь с человечком по неизвестным планетам, они такие похожие, так скучно выглядят. Хоть нам и обещают, что там будет разная фауна, и будет очень интересно. Что ж. Хорошо. Но, как бы там ни было, я думаю, что Старфилд будет минимум 7 из 10. И это будет триплая игра. И триплая игра 7 из 10. Вот RPG, как Skyrim, да? Это как бы топчик. Там диалоги, сюжет, вся эта фигня. Это замечательно. Вообще, у этих игр есть одна проблемка, достаточно серьезная. Их нельзя сделать сильно больше. То есть, и сильно лучше. Как сделать подобную RPG, типа, как Skyrim и так далее, круче? Нужно сделать больше вариантов развития сюжета, больше вариантов развития диалогов, которые будут влиять на сюжет или на какие-то кусочки, даже там, внутренних квестов, да? Сделать мир больше, сделать НПС больше, которые с вами беседуют. Сделать вот это все. И, как бы, чтобы это сделать всего больше, есть только один вариант. Нужно больше бабла. Тупо вот, ты сделал в два раза больше бабла на вот эту разработку дополнительного контента, получил в два раза больше контента. Это очень невыгодно. Это, это бессмысленно. То есть, тебе нужно, тебе выгодно сделать хороший, классный, полноценный, наполненный мир, который можно будет классно продать, и игроки будут довольны, и чтобы маркетологи, да, все это продали, и ты заработал кучу денег. В тот момент, когда ты такой просто сделаю вот прям больше, чем до этого было в пять раз 300 новых концовок у каждого квеста. Нужно в 300 раз больше людей просто, которые это будут делать. Это абсолютно, ну, то есть, этим никто не будет заниматься. Я это к чему все говорю? Я говорю к тому, что вот подобные RPG, они как бы уже уперлись в потолок. Они уперлись в потолок еще, наверное, во время моровинда какого-нибудь. А потом они, кстати, от этого потолка чуть-чуть, по-моему, отпирались и пытались на самом деле дать меньше вариативности, делая вид, что ее все еще много. И я не думаю, что Star Wars станет исключением, хотя хотелось бы как бы нам как любителям вот RPG и вот этого всего, ну, мне. Но, наверное, какой-то новый шаг в этом направлении будет сделан только, когда нейронки научатся писать для нас квесты, строить для нас классные локации и чтобы это было действительно настолько же здорово и наполнено, как будто бы это делал живой человек. Лет 10 еще надо подождать, я думаю. Потом, скорее всего, если нас не захватит искусственный интеллект. Искусственный интеллект, который писал для нас квесты, для Скорима 2 какого-нибудь. Разработчики Frost Giant, те самые выходцы из Blizzard, сейчас все везде выходцы из Blizzard, но Frost Giant реально там как бы вот они прям выходцы-выходцы, нормальные такие, настоящие. Они показали наконец-то свою РТС. Они ее анонсировали, что они делают какую-то РТС еще достаточно давно. И, естественно, все сразу начали говорить, боже мой, Warcraft 4, наконец-то пусть его сделают не Blizzard, но хотя бы вот другие кто-то. И это невероятно тупая мысль, просто даст очертение. Я не знаю, как может человек любить вот Warcraft и такой, сейчас сделают Warcraft 4. Да, конечно. Ага. Ну, я не про авторские права, если говорю что-то такое. Естественно, человек имел в виду не буквально Warcraft 4, а что вот будет что-то такое же классное. Нет, не сделает. Warcraft 4 сейчас, чтобы это выглядело нормально, это была бы ААА стратегия, она стоит очень дорого, и она никому не нужна. В этом проблема, на самом деле, жанра РТС, он никому не нужен. С другой стороны, дело в том, что РТС, Real Time Strategy, можно довольно вольно трактовать, и в принципе, какую-нибудь Лол или Доту тоже можно называть РТС, потому что у вас там стратегия, вы планируете условно сборку своего героя, где кто стоит, где куда кто бежит, планируете, и это происходит в Real Time, поэтому Доту действительно некоторые называют РТС, это как бы, ну, типа, норм тема. И что в итоге сделает Frost Giant не совсем понятно, нам показали кусочки геймплея, и кажется, там будет все-таки больше, чем управление одним юнитом, то есть, ну, будет ли там там строительство какое-нибудь, строительство базы, насколько это будет полноценное строительство, или может ты там просто будешь улучшать, ставить домики в какие-то заранее заданные места, на это на все нету ответов. Вообще, если сделать какую-то реально стратегию, в которой будет именно кооперативный геймплей в несколько человек классным и с балансом, потому что в Старкрафте, в Варкрафте 2 на 2, 3 на 3, там вот это вот все что угодно, это параша. Если вы играли и вам было весело, ну, типа да, вам было весело, окей, потому что вы казуал, я профессиональный Старкрафтер в бывшем, если что, в прошлом. Это так не работает, ну, то есть, все существующие популярные РТС в кооперативе не существуют. Это не киберспорт, это шляпа. В это никто не будет серьезно играть, только по фану с друзьями. Кстати говоря, вот как раз разработчики Frost Giant сказали, что в итоге они собираются выйти на киберспортивную сцену и устраивать там всякие мировые турниры. Я не так просто об этом говорю, они реально на эту штуку нацелены. Так-то, если разобраться, то не существует РТС, повторюсь, в которых есть веселый кооператив и киберспортивный при этом кооператив, ну, вот за исключением всяких Дота Лолов. Если они сделают что-то другое и при этом придумают, а, наверное, это можно придумать вот это вот кооперативное веселое, то вообще-то это будет офигенно. Притом, что, да, жанр РТС мертв, это уже никому не нужно, не интересно в том виде, в виде первого Старкрафта, когда очень сложно научиться, очень сложно разобраться и еще сложнее просто научиться нажимать кнопочки, да, это реально настоящий челлендж. В это просто никто поэтому не хочет играть особо там, кроме каких-то совсем отбитых ребят. А если сделать это более веселым, кооперативным и все равно оставить там кусочки РТС, то у нас может получиться что-то супер-классное, да. Хотя я очень скептически относился к Фрост Джайантам и их игре, но я вот как-то вот сейчас вот представлю, короче, можно себе возобразить, да. Трейлер выглядит кринжово и вообще геймплей пока непонятный. Кстати говоря, то, как я смотрел на трансляции все эти трейлеры и мою прямую реакцию можно посмотреть на замечательном канале Пептара в нарезке, ссылочка будет в описании или можно просто на ютубе найти. Там нарезки с моих стримов все самое интересное, веселое, вот, если вам хочется больше Пептара, но не хочется тратить время на стримы. Есть еще Телеграм, ссылочка тоже в описании. В общем, в описании очень много ссылок на 10 тысяч миллиардов всяких ресурсов дополнительных. Как вы понимаете, мы уже все ближатся к концу, график удержания аудитории падает. Тут я должен сказать спасибо Бихелидзоду, Джексону и Аяна Кодже и всем другим спонсорам на Бусти Патреоне, всем, кто там еще чуть-чуть пара человек подписались. Вы мои любимые, прямо самые зрители, спасибо вам большое. А в конце я вам покажу вот такую вот замечательную, не знаю, может тут нельзя что-то показывать, справку о несудимости моей. Что это за, что это, зачем я вам ее показываю и что это значит? Это просто для самых преданных зрителей, которые до самого конца досмотрели и это таки инсайт небольшой. Сами думайте, что это значит. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok